Та шо, разбираем пока дальше, вот, шо дальше разбираем? Четыре... Четыре или два? Четыре или два, да, нужно ино. Ну шо, каждая искра из твоего тела имеет те или иные желания по прошлым жизням, по каким-то прошлым своим ошибкам, по всему. Или наоборот, в чём-то у неё было желание, и она не смогла это исполнить. Или наоборот, что-то она исполняла особо хорошо, и это у неё получалось особо хорошо. То есть это бессознательные те или иные желания, наклонности, склонности, хотения, привязанности, ненависти, зависти. Всё-всё-всё-всё-всё, что было в прошлой, ну искры в прошлой жизни. А это и странно. И причём эта жизнь могла быть миллиарды лет, фиг знает где, фиг знает когда, и эта искра доградила, врывала, стала частью твоего тела, а теперь она спит и продуцирует эти свои мысли на тебя. И ты думаешь, о, хочется то. Поэтому, допустим, мне вообще почти ничего не хочется. Знаешь почему? Потому что, когда, так сказать, что-то хочется, я начинаю разбирать процесс, откуда бы это хочется берётся. И, допустим, разбираю, а вот это хочется происходит из желудка. А, ну это потребность тела, можно удовлетворить. Потом смотрю, а вот это хочется происходит от эгрегора. Потому что эгрегориально установлено, что большая часть современных людей, допустим, делают те или иные вещи. И поэтому то, что это потенциально может хотеться всем остальным людям, по эгрегору, который является общечеловеческим эгрегором, распространяется каждому человеку. А, допустим, что-то хочется большей части украинцев на данный момент. И по эгрегору, который объединяет всех украинцев, распространяется, что это нормальная деятельность для украинцев. И эта гадость приходит. А, допустим, по эгрегору одесситов распространяется то, что общее для одесситов. А по эгрегору, допустим, пользователей интернета распространяется то, что общее среднестатистическое для большинства пользователей интернета. И по эгрегору каждому из пользователей интернета это приходит. И это тоже продуцирует те или иные наши желания. Я это выкидываю, потому что это не моё, это мне не надо, это то, что спродуцировано каким-то большинством, а большинство всегда глючено, это вообще известно также. А есть то, что спродуцировано той или иной искрой в моём теле. А как выкидываешь? Просто не исполняю это. Не исполнил раз, не исполнил второй раз, третий раз, четвёртый раз, до тех пор, пока переставел. Не, я просто не обращаю внимания сразу уже. То есть я понимаю, что это желание нецелесообразно и не рассматриваю его как то желание, которое может быть исполнено. И оно где-то далеко вообще от поля моего зрения находится. Допустим, разбираю, а что там от искры, что от них идёт, это тоже выкидываю, как правило. А что может от искры идти, например, чтобы я мог различать? Допустим, желание есть мясо, если у тебя искры от каких-то животных в теле есть. Желание сношаться с кем не надо. Желание кому-то набить морду, если у тебя есть искры бывшие боксёры или бывшие воины или ещё что-то такое. Ну то есть куча желаний, море, в зависимости от того, кем или чем были искры твоего тела в прошлых жизнях. Желание просто спать, не двигаться и ничего не делать. Это лень. Да. Порождённые искры. Да. Они же спящая материя, они для себя все это выбрали. Поэтому это их на самое распространённое и самое такое среднестатистическое и самое главное желание. Хорошо, а как разбудить искры? Ты же будешь у себя искры какие-то? Ну вообще разбудить это в ходе особых практик надо, ну потом уже, когда сознание развито. Сейчас будить искры это очень долгое дело и очень трудоёмкое и затраты не отвечают результату. Во-первых, ещё уровень моего сознания не настолько высок, чтобы сказать вот вам эталон. А во-вторых, чтобы на данный момент каждую искру будить, это на неё кучу времени потратить. Проще подождать. И, как правило, там есть 9 наставлений по духовному развитию человека. 99 наставлений. И последнее наставление – это то, что надо скопировать уровень своей осознанности и с помощью огня яркости распространить по всему телу. Таким путём тело сжигается в огне яркости и центральная искра вместе со всеми искрами своего тела, тонких тел, а может и окружающей природы – возносится в духовный мир. И там эти искры должны сопровождать эту главную искру как её помощники. Или же у них есть право, отработав немного перед главной искрой, вернуться в материальный мир и здесь начать эволюцию с человеческого уровня. – То есть, по большому счёту, если пробудить все искры твоего тела… – То здесь мне на Земле делать уже будет нечего. – И ты вознесёшься, допустим, а все они скажут, а мы хотим быть людьми. – То для них не хватит там и десяти земель. – Это миллиарды, миллиардов искр. – Ну, как отдельное галактическое скопление будет твоё, где будут жить человекообразные существа, которые когда-то были искрами твоего тела. – Ну, это слишком уже высокий уровень. – Это уровень Бога. – Да. Причём не простой Бог, а великий Бог. Потому что простые Боги, допустим, есть Бог Атамысл. Атамысл Зарджислав просто был идеальным исполнителем приказов воинской иерархии Князя Тьмы. – Князь Тьмы приказывал уничтожить там миллион человек. – Уничтожал миллион. – Князь Тьмы приказывал уничтожить там миллиард. – Уничтожал миллиард. – Подорвать планету, подорвать планету. – Сжечь заживо космический корабль, на котором перевозили больных детей и всё остальное, сжёг заживо. – Ну, всех приказов. – И ни грамма больше, ни грамма меньше. – И с творчеством не просто, чтобы машинно исполнить приказ, а чтобы с творческой стороны исполнить его максимально сообразно с изначальным пожеланием Князя Тьмы. – То есть он исполнял приказы Князя Тьмы лучше, чем сам Князь Тьмы их формулировал. – Угу. – Он был идеальнейшим исполнителем приказов. Поэтому бог Атомысл является богом воинской, как военной иерархии и подчинения военной иерархии. Исполнение приказов. – Он поднялся типа на… Он стал просто идеальным воплощением этого процесса. И как вот там во Франции хранится идеальный килограмм под кучей цилиндров, чтобы на него пылинка не упала, чтобы там он не обветрился. Ну, знаешь, что эталон хранится. Где-то идеальный метр хранится, где-то идеальное там ещё чего-то. А вот это во Вселенной хранится идеальный исполнитель воинских приказов. – Угу. – Так вот это бог, он не вознёс его ничего. Просто он стал идеалом в этой области. – Но всё равно он остался тем же богом, что и был. – Так он не был богом, он был человеком. – А, он был человеком? – Да. Так вот я же тебе и говорю, что он был человеком, но за то, что он идеально исполнял приказы, он стал богом как раз исполнения приказов. – А, я понял. – Потому что он стал идеальным воплощением этого процесса. Промысл был идеальным воплощением процесса направления сознания Кра в контексте проповеди, в контексте ещё исполнения своих долгов перед окружающими живыми существами. То есть не так, что уйти в монастырь и сказать, «Все вы пошли нафиг, я тут Кра типа направляюсь». Он исполнил обязанности перед государством, перед отцом, перед детьми, перед женой, перед всеми-всеми-всеми. И ходил, проповедовал, и не только проповедовал, а допустим, мог увидеть, что там где-то стихийное бедствие, мог наряду с простолюдинами и со всеми трудиться помогать, построить там дом какой-то, что-то такое. С ним также ходило привидение его жены, и допустим, в Китае они заметили женщину, а там было какое-то стихийное бедствие, и получается, что дом разрушился этой женщины, и тело этой женщины практически было убито почти. Ну, то есть она была при смерти. И она просила всех богов, сделайте что угодно, согласно на что угодно, лишь бы еще какое-то время пожить, чтобы вырастить сына. Промысл тогда обратился к своей жене-призраку, и говорит, войди в ее тело и своей мистической силой поддерживай существование ее тела, чтобы она вырастила сына. И таким путем Промысл и не нарушил, как бы, свои проповеднические данные, потому что он взял того сына вместе с собой. И так далее. Продолжение следует... Продолжение следует...